Печальные вести. Невосполнимую потерю понесла театральное сообщество Карачаева Черкесии. На 72-м году из жизни ушла заслуженная артистка России Любовь Салтанхамитовна Гачияева. Неоценимый вклад она внесла в развитие театрального искусства нашего региона. Многие годы Любовь Гачияева оставалась ведущей актрисой Карачаевского театра. У нее одинаково убедительно получались как драматические роли, так и комедийные образы. Большинству зрителей она запомнилась по своим ярким ролям в фильмах «Ермак», «Холод», а также в театральных постановках, как «Черный ноябрь 43-го», «Сумасбродная любовь». Любовь Гачияева была такой же яркой и активной, как ее героиня. Светлана Шаганова о жизни и творческом пути актрисы. Этот репортаж был подготовлен к 70-летию актрисы. Сельская девушка мечтает поступить в театральный и стать известной актрисой. Для воплощения заветной мечты она отправляется в столицу нашей страны – Москву. Типичный сюжет многих советских фильмов. Именно по такому сценарию начинался творческий путь Любови Гачияевой. Ее родное село Терезе словно распахнуло свое окно на большую сцену. 1984 год. Люба поступает в Гетис и попадает в класс к Элине Быстрицкой, той самой актрисе, сыгравшей роль Аксиньи в Тихом Доне. За годы учебы Любовь Гачияева впитала в себя все мастерство театральных корифеев. Определить ее типаж непросто. Она мастер перевоплощения. Я из поколения романтиков. Но жизнь по-своему учит нас чему-то. Мы становимся более рациональными, хотя я не могу сказать. А на сцене, на сцене вот мой типаж, мои психофизические данные, они уже более не такие, какая я романтичная все-таки получаюсь. Героика романтичная, героиня может быть. В родном драматическом театре на этих театральных подмостках Любовь Гачияева играла свои лучшие главные роли. Но творческие горизонты для нее не имели границ. Работа в кино – новый этап в жизни Любы. Актриса снялась у самого Краснопольского в историческом фильме «Ермак», исполнив роль Ханши. Работая в столице, Любовь Гачияева многого достигла. Она первая среди актрис Карачаева-Черкесии, была удостоена высокого звания, заслуженной артистка России. У каждой творческой личности случаются взлеты и падения, победы и поражения, радости и огорчения, любовь и страдания. Все это пережила и Люба. Ее возвращение на историческую родину стало поводом для новых вершин, еще неизведанных. Здесь и лица другие, глаза другие. Мне кажется, все более открыто. Не потому, что мы – периферия. Периферия, провинция – это понятие какой-то внутренней сущности человека. Хоть родившись в Киргизии, Любовь Гачияева безумно любила и любит свою родную Карачаево-Черкесию. Но с болью в сердце вспоминают годы ссылки. Родители Любы попали в Среднюю Азию еще детьми. Мамин отец, дедушка Любы, умер на чужбине. Она прибегала на его могилу, ложилась, обнимала могилу ручонками. И однажды, вы слышали, наверное, шакалы ходят кругом, и как детский плач слышится. И вдруг она увидела, что они приближаются к ней. Она убежала со всех селенок и больше не ходила на могилу отца. И таких историй немало. Как говорит Люба, для меня время ссылки словно кинопленка, которую прокручиваешь вновь и вновь. Эту боль Люба вновь прочувствовала в спектакле «Черный ноябрь 43-го». Режиссер Борис Тахчуков именно ее видел в этой роли. Я играла за главную женскую роль Захидар. Это образ матери Тахчукова. Это была великая женщина. Я очень уважаю Тахчукова Бориса Сейновича. Спасибо ему, он очень много сделал для меня. Сам Всевышний наградил любовь Гачияеву талантом, даром, который дается не всем. И в жизни, и на сцене она богиня. Иногда кажется сама царица Клеопатра или Медея. В то же время эпатажная личность. И всегда разная, неординарная. За плечами 50 лет творческой деятельности. Но еще многое неизведанное впереди. В планах актрисы новые роли, новые взлеты и новые победы. Светлана Шаганова, Рашид Токов, Али Бастанов. Вести. Карачаево, Черкесия. Карачаево, Черкесия.